Привет всем любителям пошаговых стратегий! Если вы случайно наткнулись на это видео, переходите к первой серии, там я все рассказываю, объясняю и делаю. Ну а спонсоры канала, которые поддерживают мой канал, большое спасибо вам за поддержку. Все серии видят сразу в плейлисте, ссылка на плейлист в комментариях и в описании, в прикрепленном комментарии сверху. Переходите, смотрите, а я продолжаю. У нас остается 4 хода до средневековья, нам надо попытаться выйти в золотой век. Ну, как я вижу, через ход я обращаю к Айфэн, это еще получается 2 очка, 36, нам нужен 41, да? Прямо сейчас Гонконг я хотел засоюзить. Так, смотрите, а нам нужен еще на поселенца? И это пока оставляем, наверное. Так что Гонконг союзим. Так, и так, я становлюсь первой цивилизацией, кто я засоюзил. 2 очка, то есть нам не хватает, собственно, 4 очка. 2 очка еще за Кайфэн. Блин, ну мне надо встретить... А, вон, я встретил цивилизаций. Так, блин, я уже встретил. Япония это у нас тегу. Токугава. Реально, у нас на континенте нету одного Китая. Все Китая на другом континенте, прикол. Так, слушайте, а Корея-то с Японией воюет. Точно. А как это они? Вроде нормальные отношения были. Ну, кайф. Это нам на руку. У Токуга в этой армии нету. 520, походу, Токуга. Ну, хотя там стены. Не думаю, что... Так, слушайте, нам не хватает очков. Я уже встретил. Нам 4 очка. 2 очка. Кайфэн обращу. 1 очко, например. Лошадь куплю. Короче, нам надо открывать обработку железа. Кто-нибудь железо нам может продать? Блин. Хреново. У меня одного очка не хватает. А, так ни у кого железа в принципе нету. Ух ты ж, блин. А если даже я обработаю, я не успею. Так, мне надо придумать, откуда еще одну очку взять. У меня приходит на ум только лодка. Причем мне, наверное, надо именно лодку и покупать, а не всадника. Давайте мореходство открывать сначала. Да, потому что лодка даст 2 очка, а не одно. И 2 очка, вот. Да, все. Придумано. Придумано. Так, игры и развлечения. Ну да, игры и развлечения надо пока. До строительства мне далеко. Ну, я все равно тут дострою. Мне все равно надо ускорять науку. Хотя, что далеко до строительства. Водяная мельница. Надо, наверное, попробовать и это сделать. Так, мореходство открыто. Сколько стоит купить лодочку? 170. Покупаем. Я еще проверил, что нету морских... Варварских кланов. Может, у них... Стоило купить. Ну вот, 2 очка. И обращаем кайфэн. Следующим ходом. И вот мы... В золотом веке. Да, слушай, там Корея нагибает. Причем, даже по науке не особо сильно отстает. Не хочу дружить с такугавой, потому что это тогда ухудшит отношения с Кореей. Возможно, когда развернется и пойдет мне, наваляет. Просто не хочу. Так. Пожалуй, инженерное дело. Тогда открываем. Так, игры и развлечения пока отложу тогда. Давайте. Может быть, я смогу ускорить. Вот водяную мельницу, наверное, в Пекине. Следующими построим. Тут бы амбар, конечно. О, могу сахар продать. 241,16. Вход, серьезно? Вау. Отличное предложение. И мы в Золотом Веке. Зашибись. На Нкин надо теперь обращать. Обращаем те города, которые обращены к моим соперникам и на которые может влиять их религия. Так, тут мы не пройдем. Блин, ну тут хорошее место, но я там никак не могу туда пролезть. Проверить бы, конечно, сейчас союзничество Гонконга. Но нам пока развиваться надо. О, уже, видите, не уходит конфуцианство отсюда. Если я на Нкин обращу, то вообще нам уже 100% не туда подано. Висячие сады построили. Ну, в Пекине. Расти нам некуда. Последний поселок. Так. Надо все-таки, наверное... Блин, или амбар сначала. Водяную мельницу надо ускорить. Прицелок у нас ходов. Инженерное дело следующим ходом ускорится. И, типа, за два хода откроется. Потом надо строительство будет. Открывать. Может, все-таки амбар сначала. Вообще, амбар я могу купить. Дайте я куплю амбар. Очень хочется расти здесь. И продолжим водяную мельницу строить. Ладно, чтобы тут варварский лагерь не появился никак. Мне кажется, тут дофига юнитов города-государства ходят. Вряд ли там что-то появится. И золотой век в Средневековье. Всех раздражает мой золотой век. Да, они не вышли. Но я беру монументальность, конечно. За веру покупаем строителей и торговцев. Потому что поселенцев мы уже всех построили ручками. Так. Я хочу, наверное, тут дорогу провести. Если все-таки решит на меня нападать парень. А рабочего мы здесь купим, чтобы железо обработать и ускорить. И открыть обработку железа, в общем-то. Так. И там не проплыть. Сейчас можно возвращаться пока. Может, открытые границы еще с Токугавой. Отправим делегацию. Дружбу не будем заключать. Право прохода. Он мне еще даже заплатит за это. Создать мечника. Обратить в веру Вильнюс. Создать военный лагерь. У нас есть денюжка. Я думаю, может, мне рабочего за денюжку купить. Надо подумать, где. Вообще, нам Магнуса надо пересаживать, наверное, в Дзян Джоу, чтобы тут вырубать все. Да, Магнусов, Дзян Джоу надо. Так, тут рабочий куплен. Но мы... Раз, два, блин, два морских ресурсов не сможем нигде обработать. У нас только один морской ресурс, а до других мы не дотянемся, походу. Давайте в Кайфене куплю. У нас еще необработанный ресурс. Ну, вот тут выкупить клетку для кампуса еще вариант. 145, а клетка стоит 50. Давайте здесь, наверное, куплю у строителя. В Чене. Чень. Дополнительно. Ну, честно говоря, у меня там два ресурса всего. У меня сахар дает? Ну, пускай, пускай за сахар. Проголосуем, но я думаю, что не пройдет так. И с указанным типа получения получают 5 к боевой мощи. Может, пускай меньше тяжелая... Нет, легкая кавалерия. Там, по-моему, всадники у Кореи. Ну, блин, я не знаю. Что то, что другое, мне пофигу. Два предложения, которые мне вообще не интересны. Не влияет ртуть твари. Просто твари. Так кто так... Кто-то вложился эти как в ртуть. А, видимо, у кого-то дофига ее. Но у меня тоже ртуть есть. И она не будет влиять, к сожалению. Жаль. Так, теперь строительство. Начинаем. Тут обрабатываем железо. И обработка железа открыта. И ученичество еще ускорили. Так, ну тут по любасу строительство надо. Два хода водяная мельница. Так, отлично. Тут сам уже обратился. Ну, остальные сами обратятся. Потому что на них, в общем-то, никто не влияет, кроме меня. Вот главное было в эту сторону. Теперь тратим деньги чисто на караваны и рабочих. Еще и денежки открыли. Две единицы слоновой кости улучшили. Ну, на одном у нас город стоит, а второй типа у ГГшки, что ли. Да, но я не могу поставить предприятие на слоновой кости. А вот на сахаре могу. И это надо у столицы будет делать. Ну, сначала вырублю вот здесь лес. Так, Пекин растет. Кайфэн не растет. Чэнь не растет. Дзянчжоу растет. И Нанкин растет. Надо, конечно, храмы уже начинать строить. И гурдвары покупать тоже ваш. С другой стороны, мы же сейчас деньги на... Скорее на рабочих должны тратить. Да, у меня маленькая армия, но я не опасаюсь за свою жизнь, потому что... Ты со мной дружбу заключил. А Корея воюет с Японией. Да, давайте окажем помощь. Корея, наверное, против проголосует. Как в войне. Нет, все за. Ты смотри. О, там какой-то еще неизвестный игрок. А, нет. Нет, все известные проголосовали. Все известные. Конечно, может лучше с центров коммерции начинать. Но, по-моему, у меня с деньгами более-менее норм. А вот по науке хочется... Ну и зачем мне еще деньги? Так, у нас канди пересоюзили и Гонконг пересоюзили. Пока тут нечего обрабатывать. Надо будет вот этих лошадок выкупить и обработать. Блин, я сейчас уже опасаюсь. Давайте тогда не ходить пока скаутом, раз у нас канди. Я сейчас найду чудо. Не может же быть, чтобы у нас на континенте не было чуда. Не верю в это. Сейчас у нас появится еще один посол, и я обратно... Так, строительство. Ускорилось один ход. Ну, пока исторические хроники открываем. У нас больше нечего пока. Водяная мельница есть. И правительственную хочется, и театралку. Но я бы храм и гурдвару, наверное... Нет, стоп, нет. Опять же, веру мы тратим на рабочих. Ну, давайте тогда центр коммерции такие. Центр коммерции. Здесь ставим последний город. Здесь выкупаем клеточку, обрабатываем. И можно, кстати, вот теперь уже лошадей продавать. Продажа, стратегические ресурсы. И продадим, конечно, Токугалия. Потому что, очевидно, он тут проигрывает в войне. Отправили их, так сказать, средневековые хаймарсы. Так, теперь союзим канди. И продолжаем гулять. Тут кампус построили. Наверное, амбар надо. Блин, а чень, когда встанет... У нас пока тут не работает производство. А ручками не хочется его... Ну, устроить, покупать миссионера, я имею в виду. Так, есть денюжка на рабочего. Наверное, в Дианчжоу надо два хода, да как раз до Магнуса. Слабое извержение. Так, меняем просто на два влияния. Это оставляем. Создание строителей и поселенцев можно убирать, я думаю. Давайте от торговых путей возьмем. Может чудо уже какое попробовать? Или покупка клеток? Давайте, наверное, покупка клеток. Будем выкупать клетки, вырубать их. Вот это вот все. Так, игры и развлечения. Это мы строительство открыли. Давайте теперь в оборонительную тактику. Мне войну мало. Вообще, наверное, никто не объявит. Так, а что нам здесь строить? Монумент построен. Где-то священное место крутое возможно. Да, вот тут на плюс четыре. И на плюс четыре на бананах. А вот я бы, кстати, на бананах ставил, вырубил бы бананы. Да? Так, хорошо, а кампус где? Ну, кампус можно, кстати, рядом с ромашкой, если что. Слушайте, может здесь ромашку в Тян Джоу лучше делать тогда? Давайте, наверное, ромашку. Я прямо сейчас уже поставлю строительство. Сюда давайте священочку тогда обозначим. И, собственно, туда пойдем вырубать. Следующим ходом Магнус уже начнет работать. Так, здесь соберем камень. Я думаю, что пока прекратим покупать строителей, копим веру, поставится правительственная площадь. Лян куда-нибудь обознать. Ну, в тот же Пекин, например. И уже вместе с Лян будем покупать рабо. И вообще надо бы открыть на... Ну, феодализм далеко. Хотя, после оборонительной тактики, шесть ферм. Ну, нет у меня шести ферм. К сожалению, так у нас еще несчастье началось. Да, вот несчастье, конечно, неприятненькое. Ну, может, типа, ребят, чтобы мне как-то счастье повысить, вы мне лайк поставите и комментарий, я буду так счастлив. Оставите. А если очень понравилось, даже если спонсором станете, я вообще буду прыгать от счастья до небес. Так, рудник производства дает. Вот я думаю, рудник или машиностроение. Также можно суперспасибо оставить. Правда, не во всех странах работает, к сожалению. Либо просто послать денежку через PayPal, либо через криптовалюты. Все описание... Все ссылки в описании и в прикрепленном комментарии. Спасибо, что поддерживаете. Так, и делаем здесь предприятие. 20% и плюс 3 желе. О, кайф. Кайф. Слушайте, нам 5 ходов осталось до 10 жителей, чтобы заработать. Я хочу просто проверить. Я еще не проверял до игры. Проверить, это выше 10 жителей или прям 10 жителей уже начнут давать то, что они дают. Так, 3 хода до центра коммерции. Пекин растет. 5 ходов. Можно даже ускорить 4 хода. Отличненько. Через 4 хода увидим офигительные бонусы. Ммм... Нет. Великая библиотека. Не будем помогать агрессору и скорее захватывать несчастную Японию. Так, Магнус прибыл. Вырубаем. Так. Возможно, я рано, конечно, Магнуса из Пекина убрал. Ну, тем не менее. Ну и... Вот стену где-то вот тут надо будет поставить. Вот на этих лугах. Чтобы он как-то вот... Тут вот все улучшало. Так, а тут тоже не проплыть пока дальше, да? Жаль. Так, что у нас тут с... С районами? Вот тут плюс 3 плохо, потому что это все от тропических лесов. Их явно вырубят. Давайте сейчас в священное место глянем. 4, 3. 4. Ну, тут 4, опять же, вырубят, понимаете, да? Тут рядом с вулканом не очень. Вот сюда можно, наверное, 4 поставить. Хотя тут и этот 3. Ну и тут есть 3. Ладно, наверное, все-таки священочку сюда. Тут это, если Корея вырубит этот лес, то хотя бы плюс 3 останется. А сюда кампус. Соответственно, начинаем со священочки, потому что это плюс к производству для города. И копим веру, как я и сказал, на покупку рабочих, когда у нас Лян на работу устроится. Так, это к Дзянчжоу сейчас относится, да? Тут зал для приема встроим. А тут берем Лян и... Ну, блин, в Пекин, конечно, Пенгалу надо. Наверное, с другой стороны, и расти надо будет. Я бы все-таки посадил там, где у меня сейчас нехватка. Вот, довольствование. В Чене нехватка. Так что, в Чень. Лян назначим. Нехватка еще и в Дзянчжоу, но тут, собственно, Магнус уже сидит. Когда мы построим зал для приемов, эта фигня заработает. Слушайте, ну а можно мне хоть какое-то чудо найти? Я эту Канди держу бессмысленно пока. Чудо не находится. Светилище, пожалуй. Так, тут рынок. Второй кампус ускорит исторические хроники. 96 науки у Кореи. И два хода. Даже уже, можно сказать, один ход до того, как начнет работать. О! Откуда тут? Так, подождите, давайте... Я забыл про этого скаута вообще. Блин. Давайте открытые границы скорее. Охренеть. Не может быть, чтобы не было вообще никакого чуда у нас на континенте. Ну, просто не верю. Так, а где несчастье было написано? В Нанкине. Монумент Син-Джин. Ну, мне бы, конечно, гавани открыть. И тут строить гавани. Священное место. Здесь плюс три священное. Ну, это горы. И плюс три кампус. Ну, я бы, наверное, тогда сюда кампус. Сюда священку ставил. И, собственно, начал бы сейчас строить священку. Что-то все еще производство. Плюс к производству добавляют. У меня трудовая дисциплина. И десять жителей в Пекине. Так, смотрим. Плюс пятнадцать от населения. Это, на самом деле, пять просто от населения. То есть, каждый житель любой цивилизации, любой цивилизации, дает 0,5 науки. Так вот, пять от населения, потому что десять жителей. И десять плюс к этому десять от населения, от способности юнлайн. Значит, оно работает просто на все население. Просто на все. Соответственно, то же самое с культурой. Тринадцать, потому что культурой дается не 0,5 от жителей, а, по-моему, 0,4. Нет, или 0,3 вообще. И, наконец, денег. Двадцать. Просто вот... Ну, это просто круто. Очень, очень круто. Это очень крутая способность. Имхо. То есть, у меня чисто население дает больше, чем средний кампус, например, науки. И уж точно больше, чем театралки. Вы даже такие театралки не сможете поставить, чтобы они вас давали хотя бы десять. А там же еще будет больше населения. Вау. Просто какая-то... Не, ну это очень крутая способность, честно говоря. А если бы я еще взял на корме мир? Изначально. То есть, у меня бы еще быстрее выросли. И, возможно... Возможно, пантеон... Ну, соответственно, не соседство там от чего-то, а... Священные места на реках дают счастье и жилье. Жилье тоже было бы очень круто. Так, тут пока ничего не меняем, наверное. Я скоро заменю на плюс сто процентов от. Да, не меняю. Тут стоимость клеток или торговые пути заменю на соседство компусов. У меня два хода осталось. Так, теперь берем пингалу. В Пекин. Еще и пингала будет процент давать ко всему этому. Дуже круто! Я не знаю, где у нас еще может быть чудеса здесь. Но вот тут еще не открыта, конечно, территория. Храм Минакши построили кто-то. Так, исторические хроники сейчас откроются. Тут я ничего не меняю вот из того, что есть. Наверное, пока военную подготовку. Я военный лагерь фиг знает, когда открою. Так, аж куда нам? Ну, давайте наш крадущийся тигр. На тот случай мы же можем еще крадущийся тигр построить и стену построить. Чтобы и в следующую эпоху, в золотой век, выйти. Да, ну это вот меня очень впечатляет, конечно. Способность. Вот, чихон-чихон отваливается в мою пользу. Так, увеличено количество торговых путей. Наверное, наверное... Наверное, щеченья отправим. И можно будет уже следующим ходом покупать рабочих. Блин, или в феодализм стоило идти. Я вообще могу его ускорить? У меня только одну ферму... Нет, две фермы. Две фермы, три. Вообще, надо попробовать. Блин, тут у него тоже, конечно... Ну вот, горы для Кореи, конечно, бессмысленная фигня. А вот, посмотрите, как еще Корея продолжает ухудшать себе савоны. Вот поставил савон, и рядом райончик, да? Вот савон, и рядом... Просто с центром рядом. То есть, вот Корея, походу, не очень понимает, как савоны... Когда компьютер играет, как савоны использует. Просто ставит савон рядом с центром, рядом акведук. И минус две науки, да? Вот, пожалуйста, опять рядом с центром. И военный лагерь рядом. Минус две науки. Савон рядом с центром. Минус одна наука. Каждый раз вот на это смотрю. Наверное, все-таки за компа не стоит Корею ставить против. Потому что, ну, хреново она использует. Наше эфирное время. Ну, кампус, наверное, пора уже. Я вот думаю. Или храм, Егор. Ну, блин, я же не буду... Ну, с другой стороны, мне два храма надо, чтобы ускорить монархию. Плюс у меня канди еще дополнительно, видите? В каждом храме и консульстве плюс две веры. Тогда, наверное, храм построю. Корея осудила и по... А, они помирились. Похоже. Другого варианта, почему... Во время войны же невозможно осуждать. Исторические хроники открыли. Так, ну, соседство кампуса 100%. Видите, плюс 11 науки. Это одна четвертая просто. Или, может, от караванов. У меня, как бы, денег и так дофига. Стоимость покупки клеток мне нравится. Так. Могу губернатора взять. Хочу посмотреть, что они прекратили... Да, прекратили войну. И нету ничего. Да, блин. Вообще невозможно ходить. Так. Лян у нас приехала. В Чене у нас... Ну, как бы, жилья не особо хватает. Но я отправлю отсюда... В Пекин. Дальше. Ну, пожалуй, святилищ или амбар уже. Давайте амбар сделаем. Что-то не хватает. Нам уже до 10 всех надо вырастить, как минимум. А, у нас следующим ходом зал для приемов. Появится. Блин, так это тогда появится... Ну, и, соответственно, будет... Четыре жилья плюс. Нет, тогда, наверное, не надо амбар. Давайте святилище. Дальше математику. Там образование, великого ученого. Ученичество. Ну, надо покупать рабочего. Шесть ферм. Я могу здесь ферму? По-моему, я пока не могу. Или могу? Сейчас бы треугольничек из ферм сделать, да? Реформация, исторические хроники. Ну, пока красиво. Красиво. Зал для приемов сейчас появится. У нас тут счастье будет. Петра. Ну, попробуем. Кстати, а пирамиды, интересно, построили? Пирамиды, я думаю, построили. Я же их открыл, сто процентов. Да. А вот Петру можно в Синджене. Но 34 хода, это, конечно, нереально. Так, в Синджоу у нас и жилье, и счастье теперь есть. В Синджене тоже самое. В Пекин пока едет. Ну, тут довольство вернется. Видите, у нас минус 10 процентов из-за отсутствия довольства. Но довольство к нам вернется. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Неужели не будет чуда ни одного на континенте? Просто какой-то... Просто подстава какая-то. Так, этого отправляем фермы строить. Может еще пока одного купить? Как феодализм. Ну, вот он будет же... Ну, это долго он будет. Нам еще 4 фермы надо сделать. Надо купить еще одного. А потом уже дождемся открытия феодализма и будем там... Так, зал для приемов. Ну, теперь, я думаю, можно и священку ставить. Тут я понимал, что уйдет соседство. Тут я вырубал специально. Так, ну, навигацию по звездам надо открывать. Мы никак ее не ускорим. К сожалению, нет. У нас рядом двух морских ресурсов. Будем гавани строить в Синджене и Гуанчжол. Ну, да. Принялись за моего скаута. Но как мы их будем строить, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала эту серию могут уже сейчас в плейлисте посмотреть. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Для всех остальных она выйдет завтра. Не забудьте лайк поставить, комментарий написать. Супер спасибо. Спонсорство почему нет. Слава Украине. Живе Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.